У меня, друзья, есть видеоролик, который называется «Гнусность человека во власти». Я дам на него ссылку. Посмотрите полный, он небольшой, короткий видеоролик, однако же очень интересный. Записан он был в 2017 году. Я хочу вернуться к этой теме. Немножечко поговорим мы о власти. Сейчас я выпустила видеоролик о том, как потенция мужская, потому что в основном во власти у нас 99% это мужчины. Так вот, как мужская потенция влияет на решение мужчин, которые они принимают вокруг себя, то есть они принимают решения, которые влияют потом на всю вашу жизнь. Но сами они в это время больны, потому что потенция их гаснет. А когда гаснет потенция, мужчина себя чувствует неуверенно, раздражительно. А значит, нормального решения он не может вынести. Итак, поговорим о власти. Это, собственно говоря, то, что самое интересное в нашем обществе, потому что какова власть, таковы и результаты жизни нашего общества. Но власть наша с вами не существует сама по себе. Она как живой единый организм во всем мире. Когда я вам рассказываю о том, что все королевские семьи, все президенты всех стран мира, никто просто так не встает на пьедестал власти, они все являются родственниками, они одна семья. Да, они такие плодовитые. И как раз для того, чтобы в каждую страну поставить своего управляющего. И никак никакие выборы. Вы понимаете, все выборы, все возможности и желания народа как-то самому поруководить или заводом управлять. Всегда во главе завода будет также стоять человек, приближенный к семье или все-таки какой-то из членов семьи. Чем крупнее завод, тем, значит, ближе он по семейной иерархии к тому самому королевскому большому трону. Но на что бы мне хотелось обратить ваше внимание? Вот сейчас я вам покажу. В 2005 году мы издали журнал. 2005 год. И здесь есть такая статья, которая называется «Власть – сущность целого». Писал статью Александр Катенев. Александр Катенев жил, ну, собственно говоря, он был разведчиком, служил в ГРУ и жил он во Франции. Он уже умер, поэтому я могу о нем рассказывать. Вот он в конце жизни дал мне свои статьи, он также книги выпускал, но это все уже в конце жизни, когда он вдруг неожиданно заболел, резко умер. Не знаю, почему так резко, но умер он очень резко, как только вернулся в Москву. Жил бы и жил себе в Париже. Зачем было возвращаться в Москву? Ведь в Москве он же знает своих соотечественников, он же знает своих коллег, как они, как Боширов и Петров, ходят, шпили смотрят, культурные памятники по всему миру. Поэтому зачем вернулся Александр Катенев в Москву, не знаю. Мы встречались, я была у него дома. В общем, не могу сказать, что мы очень много дружили, потому что я с ним была очень коротко знакома. И вот в одной из его книг написано «Власть является сущностью». И здесь я с ним полностью согласна, потому что власть – это как живая сущность. И как сущность власть своим содержанием не меняется. Меняются только ее внешние атрибуты и носители. И в этом смысле явление власти, ее формы – это подвижные балансы сущего. Во времени и пространстве на Земле она, власть, появилась совсем сущим, стала отражением той части космопланетарного архетипа земной жизни, которая ответственна за регулирование биосоциальной и, может быть, еще какой-то иной, в том числе и отношений между людьми. Власть в этом смысле регулирует земную энтропию реальности. Ее сущностное значение определяют условия пребывания всего живого на Земле, особенно людей. Ну, здесь, в принципе, то же самое, что я вам сейчас сказала, что власть определяет нашу с вами жизнь. И есть все основания предполагать, что власть как сущность может и должна себя реализовывать в возможных социальных процессах космоса разных уровней. Возможности власти прямо противоположны возможностям биосоциальной антропии, биосоциальных подвижных балластов сущего. Другими словами, возможная биосоциальная жизнь Вселенной невозможна без власти, как космической сущности. Ее отражение в земных условиях есть отражение космопланетарного архетипа со всеми атрибутами. И вот в своем ролике, на который я сделала акцент в начале, это гнусность человека во власти, так называется видеоролик, все двигаются, как он, на ощупь и на обум. Но они-то зрячие и видящие опасность, всем грозящую, как они соглашаются идти за ним, на каждом шагу спотыкаясь и ушибаясь, пока не свалятся все в бездну бед. Заблуждение это ныне весьма обычное, универсальное малодушие, так сказать, всеобщее, глупость повседневная, а в наши дни особенно распространенная, невежды, получают добродетели с кафедр, пьянчуги, наставляют. Все мы видели, как человек, ослепленный гнусной, страстью к женщине, столько же некрасивой, сколько нечестивой, повел за собой толпы несметные. И все не извергались в гиену огненную. Не восьмым чудом света назовут его, но восьмым чудищем, ибо первый шаг на пути невежества – самомнение. Многие могли бы узнать, когда бы не полагали, что знают. Это хорошая фраза, что многие из вас тоже могли бы узнать, если бы вы не полагали, что вы и так все знаете. Ссылку, опять-таки, вы посмотрите, я на него даю. И в этом видеоролике как раз я и говорю о том, что медицина для того и создана, чтобы калечить людей, но никак не их исправлять, то есть никак не лечить, а нужно поддерживать балласт здоровья пациента, не жив, не мертв. Тогда это самое оно. Поскольку власть как сущность предназначена для того, чтобы подчинять и распоряжаться, то на ней как на сущности лежит ответственность регулирования биосоциальных процессов в пределах ее пространства-времени. И компенсация власти, ее замена, она ведь меняется, да? Был у нас с вами СССР, потом стал Российской Федерацией, но и власть сменилась, и трон тоже сменился, и направление власти тоже изменилось. Так вот, компенсация власти происходит по причине нарушения ее естественных природных функций. Самое большое препятствие в плане любых социальных преобразований даже не то, что большинство людей относится к ним индифферентно, а то, что те, кому необходимо делать, парализованы ленностью ума, косностью и идейной неподвижностью. Но такова наша власть. Вы же видите людей во власти, и вы понимаете, что они не умны, что это люди, это как пиявки на теле нашего государства. Сосуд, но они работают, не отдают, только сосуд, кровь. Сосуд с тела нашего народа. Народа, я имею в виду, всего российского, который состоит из множества других народностей. Мы имеем в виду только российский народ, как русский народ, да? Но ведь он состоит из множества народов. В схемах государственных устройств мы видим, в принципе, две основные тенденции. Первая – жесткая централизация и подчинение личности власти. Вторая – робкие попытки поставить власть под контроль общества. Ну, это как английский парламент, и как у нас парламент, государственная дума. Все то же самое. Но никогда не войдет власть под контроль общества. Этого просто, друзья, не может быть. Для того она и власть. Она дана нам сверху, оттуда, из космоса, можно так сказать. Нет, это никакие не боги, друзья. Это те, кто живут над нами. Послушайте мой предыдущий ролик как раз на эту тему о том, что же происходит в небе над нами, друзья. И что то самое основное, которое скрывают от нас и от вас. То есть, почему облака постоянно сегодня над нами, да? Почему бесконечные дожди и холод? А это там, где идут дожди и холод, там происходит в небе война. Война идет, война в космосе, космическая война. То есть, это не космос как таковой. Мы, друзья, находимся под куполом. У нас какая-то чудная жизнь. Мы такие маленькие букашки. Прожив всю жизнь, мы так и не поняли, что же у нас за управление и что же такое наша жизнь на нашей с вами земле. О том, что это военный корабль, мы это с вами понимаем, да? О том, что точно такие же военные корабли находятся рядом с нами, вот здесь в космосе. Мы это тоже должны понимать. Нет, земля не круглая и земля не вертится. Она космический корабль, который стоит вот здесь под куполом. У него якорь. Он, собственно говоря, брошен якорь, и мы стоим в одной позе. А вокруг нас теперь летают те космические корабли, военные космические корабли Илона Маска, которые призваны вступить в бой с другими кораблями, которые находятся вокруг нас с вами. Они там сейчас воюют. Это не спутники Илона Маска в таком количестве, по-моему, я уже не знаю, сколько тысяч штук, то ли 20 тысяч штук. Это все военные корабли, которые вышли на войну в космос, на тропу войны. То есть наша земля, как и вечно воюющий военный корабль, она вышла на тропу войны в космосе. Но не в том космосе, о котором нам рассказывают, что мы бесконечно движемся и куда-то летим. Нет, друзья, мы никуда не летим. Мы стоим под куполом, на нас никогда не упадет никакая комета или еще что-то из космоса, обломки какой-то земли, разрушенной ли луны, старой. Нет, друзья, если упадет, то упадут те самые обломки военных кораблей, которые сегодня воюют. Вот в космосе сегодня идет война. Громыхает не по-детски, если кто прислушивается, если кто присматривается, что сегодня происходит. Жизнь совершенно другая. А физика, которой обладают земляне, она никогда еще не вступала в вашу жизнь, потому что она сокрыта от вас. Если бы вы увидели те достижения, которыми пользуются те, кто полетел, бойцы, боевые инженеры, которые полетели сегодня и воюют за то, чтобы на нас с вами не свалилась чужая власть, то они обладают уникальной техникой, той, о которой мы не знаем, не предполагаем, потому что от нас все скрывают. Знаете, вот вы же, когда взрослые, вы от ребенка скрываете, скрываете одно, другое, третье, потому что он маленький, не дай бог, проболтается, не дай бог, полезет в розетку и воткнет ножницы. Я к примеру так говорю. Так же и с человеком обращается руководство, не дай бог, что человек ничего не понимает, человека нужно держать в неведении. Поэтому, друзья, у власти есть определенная особенность, какая-то необоснованность, необъективность. Понятно, что по общим ее корням редкая власть была выстроена по архетипу естественного, природного социума. И поэтому всегда становилась приманкой добычи внутреннего развития общества. Всяческие революции, самозванство на власть продолжаются и в нынешних условиях. И неважно, какие формы это приобретает, парламентские, насильственные, династийные, в основе их обманчивая логика. Власть принадлежит тому и является собственностью того, кто управляет. Это кружит голову, создает иллюзию, что правитель будет править вечно, всегда. Это осязаемое поле, где есть некие пределы, в которых человек реализуется. У него есть начальники, у него есть подчиненные, но это все равно какие-то грани его мироощущения и самоудовлетворения. Такие строки написал Александр Катенев, который уже умер, к сожалению, и который дал мне свою эту статью тогда, еще в 2005 году, для того, чтобы напечатать в своем журнале. Наверху над нами, друзья, сейчас находятся рабы, преступники, невежды. Однажды, трусы. Куда они могут привести нас с вами? Куда они приведут человечество? Человечество, мы друг на дружку говорим сейчас, друзья, что вот мы стадо баранов. Да, конечно, но это так живет человечество, так сложно. Вы же не будете говорить, скажем, про баранов, а что вот они баранами ходят, да, ходят там за кем-то, их, хоть волк придет, поведет их как лидер, да, если им скажут, что это лидеры, их, да, или собака их гонит, чтобы они к обрыву не пошли и не упали в обрыв. То есть человечеству точно так же нужны такие же поводыри, собаки, волки, для того, чтобы человечество всегда держать в узде. Нам, друзья, необходима разумная жизнь. Разумная жизнь, нам нужно открыть наше сознание, нам нужно открыть наш мозг, нам нужно включить в конце концов тот тумблер, который у нас выключит. Но для этого, друзья, нужна другая власть, чтобы не было той власти, как сегодня, когда они пытаются поддерживать человечество в состоянии ни жив, ни мертв, прострации, в коме. Человечество все больно, но оно не умирает, потому что якобы есть какая-то медицина. Но медицина какая, которая его никогда не вылечит, но будет поддерживать такой тлеющий дух в нем самом. Власть как сущность имеет свои законы. И вот об этих законах мы с вами поговорим позже. Тема большая, конечно, тема интересная, но тема такая, что для власти невыгодно рассуждать на эту тему, потому что для нее самое главное это иметь рычаг управления над народами. И все, что мы видим сегодня, друзья, я не буду перечислять эти болезни, скажем, недостаток в еде. он тоже все искусственное. Вот недостаток в еде это искусственное состояние общества, потому что еды так много. Или нам говорят нас все больше и больше, нам нужно нас, скажем, ополовинить или даже оставить одну, там, какую-то десятую часть человечества на земле, чтобы просто для следующего размножения. Но, как вы понимаете, друзья, когда власть это галлопирующая шизофрения, то никогда человечество не сможет выжить и быть счастливым при такой власти. Во власти находятся воры. Об этом у меня есть видеоролик, посмотрите, где я говорю про воровство власти как символ власти, воровство. Кто не ворует, тот не может быть во власти. Власть, она вся как бы помазана на воровство. Но это мое личное мнение, мнение Тани Карацуба Сидбурхан.